Не так давно инвалиду третьей группы Александру Воробьеву запретили тяжелые физические нагрузки. Больше всего он любил играть в волейбол, но из-за проблем со здоровьем об этом виде спорта пришлось забыть. Я думал, чем еще заняться. Ну, вроде мячик, связанный с шариками. Мне прыгать как бы нельзя было, двигаться сильно нельзя было. Я подумал, в бильярд пойду играть, потому что там не так уж стильно напряженно. Там только должна быть голова, геометрия и правильные все технические удары. Теперь у Александра Николаевича свой бильярдный клуб и много единомышленников, людей с ограниченными возможностями здоровья. Нередко лауреат именной премии губернатора становится организатором соревнований по рыбной ловле, шашкам и дартсу, привлекая к этому не только молодежь, но и пенсионеров. Таких, как он, в Самарской области более 220 тысяч человек. Порядка 11 тысяч люди с нарушением слуха и чуть более 5 тысяч с нарушением зрения. Неважно, какое физическое нарушение или сенсорная патология, психическая или умственная отсталость у человека, они все нуждаются в заботе общества и, безусловно, в поддержке со стороны государства. В этом году именных премий губернатора удостоился 21 житель нашего региона. С 2015 года награды вручают по 7 номинациям. Одна из них учреждена для родителей, воспитывающих в семьях более двух детей-инвалидов. Из-за непростой педобстановки проводить награждение лауреатов масштабно не получается. Тем не менее, организаторы стараются уделить внимание каждому, приглашая на награждение отдельно. Имена и премия губернатора для людей с ограниченными возможностями здоровья была учреждена в 1999 году. За это время ее лауреатами стали 386 человек. Ольга Павлова, События.